Сон, который уже исполнился, написала мне женщина. В дополнение он идёт, в дополнение символа птицы. В данном случае ворона. Вот смотрите. Ей снился сон этой осенью, она пишет. Небольшое здание с металлической крышей. На нём огромные вороны, а у них в клюве много маленьких ворон. И они такие сильные, я вижу, что они уносят в небо камни тяжёлые. Куда они вцепятся, всё тащат. Ребёнок мой стоял на доске стеклянной, так они его чуть не забрали. Сон исполнился буквально через пару дней. Ребёнок заболел ротовирусной инфекцией. В сонике написано, ворона разява. Не у меня в сонике, кстати. Я себя винила, но потом узнала, что заболели все в садике. Было плохо всем, даже взрослым. Ворона, может, эта информация во сне они так громко каркали. Разносили инфекцию. Нет, тут разносили инфекцию, вот смотрите. Именно клюв идёт. Именно связанный с ротовирусной инфекцией. И чёрная идёт. Информация тоже не очень хорошая. Тем более металлическая крыша стояла. Ребёнка чуть не унесли. Вот смотрите, стеклянная. Всё идёт как бы к негативу. Поэтому добавляем, что именно вот огромная ворона и много маленьких ворон у ней. И сильные. И смотрите, я вижу, они уносят в небо камни тяжёлые. Куда они вцепятся, всё тащат. Это как дети. Тащат в рот всё себе. Поэтому вот здесь вот как бы показано, что птица – это информация, которая легко, птица – это же легко распространяется по воздуху. И она идёт ещё ротовирусной инфекцией. Поэтому возьмём себе на заметочку, что птицы, вороны, могут ещё давать символ болезни, которая переносится через рот. Продолжение следует.